Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема Эргономические и экологические показатели трактора и транспорта Первый – основные способы отрицательного влияния ходовых систем на почву Второй – эргономические показатели В воздействии ходовых систем машин на плодородие почвы Механизация возделивания культуры растений и трав Осуществляется при применении системы сельскохозяйственных и транспортных машин Ходовая часть этих машин уплотняет и стирает почву Что отрицательно влияет на ее плодородие и урожайность Поэтому при воздействии растений и транспортных машин С помощью трактора увеличивается число машин, работающих на полях Масса каждой из машин, кратность прохода поболее Это приводит к увеличению плотности почвы Примерно 1,1 до 1,2 градуса Для снижения отрицательного воздействия ходовых систем машин уменьшают давление на почву Используют широкозахватные рабочие орудия После прохода колес уменьшается порость почвы Вследствие этого затрудняется доступ к влаге, воздуху и питательным веществ К корням растений В результате уменьшается плодородие почвы Вченом установлено, что после прохода трактора Т-150К По влажной почве через 6 дней После посева урожайность ячменя После тост колес снизились на 37,4% Основные способы уменьшения отрицательного влияния ходовых систем на почву Чтобы найти способы уменьшения воздействия ходовых систем на почву Рассмотрим зависимость урожайности от ширины колеи Захвата рабочего орудия И следа ходового аппарата Соотношение между биологической урожайностью Которая обозначается буквой B Которая может быть получена на поле площади F Потеряем урожайность Y на некоторой площади F И фактически урожайность F2 Выразим такую форму Допустим, что потери Дельта Y возникают только в следах ходовых систем Тогда мы получим, что Y минус Y Это где след данного трактора или транспорта в связь Тогда уравнение получим выражение Выражение примет вид B равняется Дельта U вножить на F Это равняется F Которая потеря урожайности в следах КО Можно определить по этой формуле Выразим B, F и Дельта U через разрабатываемые поля Размеры обрабатываемых поля И машина трактного агрегата С помощью обозначений получим вот такую формулу По этой формулу можно определить значение вот этих показателей Здесь L это длина поля L, 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 L это ширина обрабатываемых поля И кроме этого здесь показана ширина одного следа Еще показано число следов Одной машины на ширина захвата И при одном проходе И число прохода машины здесь показано Примем, что по всей длине поля L равняется B умножить на это Тогда урожение примет вот такой вид И отсюда находим D D это потери урожайности По этой форме можно определить потери урожайности Таким образом, значение потери урожайности D зависит от числа следов Машина трактора агрегата M и отношение B деленное маленькое на B большой Таким образом, одним из главных способов уменьшения потери урожайности От воздействия ходов систем является создание технологии Движения машин, при которой Z равняет равен единице и Kg равен единице Здесь Z число последов Машина тракторного агрегата А Kg это коэффициент потери урожайности Такая технология Возможно в двух случаях Первое, при движении всех машин По постоянной технологической колее И по так называемой Мостовой схеме использованной машины В обоих случаях Z равняется единице То есть все машины, работающие на поле Движутся по одним и тем же следам Шириной не более B С постоянными колеями B И шириной захвата BZ Например, при возделивании Азимов зерновых культур Используют универсиально-пропрошенный трактор Типа МТЗ или ТТЗ Шириной ходовой части 1800 мм При ширине цвета 400 мм ширина 280 мм Тогда при равен единице Kg равен единице М2 Потеря урожайности Движутся Составит 83 тысячи Составляет Если сохранить все параметры Постоянные И использовать Мостовую схему агрегатирования И работу машины То Значение потери урожайности D будет равна Два раза меньше Другой способ уменьшения потери До урожайности Снижение Значение Коэффициента До Нуля Тогда Все машины Могут двигаться По Различные Колеса Теперь Для Уменьшения Вредного Воздействия Ходовых систем На почву И урожай Первое Использованы Постоянные Технологические Колеи И второе Уменьшение Давление Ходовых систем На почву В некоторых Случаах Возможна Комбинация Этих Двух Способов Производительность И эффективность Используемых Тракторов И автомобилей Во многом Определяется Словием В которых Работает Водитель Удобствованным Микроклиматом Шумом Уменьшением Запыленности И Загазованности В кабине А также Объемом Информации Об условиях Режимов машины Которые Водитель Должен Воспринять Переработать Принять по ней Решение И осуществить Управляющие Воздействия С ростом Скоростей Движения Многие Из этих Показателей Уменьшаются Это Совокупности Может привести К повышению Утомляемости Водителя Поэтому Эргономические Требования Основаны На свойствах Человека И выражаются Через Показатели Характеризующие Взаимодействие Свойств Человека И машин При выполнении Функциональных Задач Для Достережения Цели Необходимо Формировать Операторские Деятельности Конструктивные То есть В взаимосвязь Свойств Конструктивные Машины Со свойствами Человека Технологические Эксплуатационные Технологические То есть Встановление Особенностей Функциональных Задач В процессе Выполнение Работы И отдельных операций С учетом Факторов Производственной Среды Эргономические Показатели По функциональным Задачам Называются Так Анторометрические Размеры Формы Тела Распределения Массы Физиологические Это Силовые Скоростные Энергетические Возможности Психологические Закрепления И формирования Навыков Восприятия И переработки Информации Гигиенические Показатели Связаны С защитой Оператора От воздействия Вредных И опасных Факторов Производственной Среды Психофизиологические Это Зрительные Слуховые Связательные Вонятельные И Вкусовые Возможности Эргономические Показатели Могут Выражаться В физических И Относительных Единицы С помощью Совокупности Эргономических Показателей Отценивает Уровень Качества Машин В результате Сравнения С показателем Базового Образка Основные Обобщенные Эргономические Показатели Качества Трактора Первое Удобство И Эффективность Управления Второе Эффективность Защиты Оператора От Воздействия Факторов Производственной Среды И Третье Удобство Обслуживания Эргономические Требования И показатели Разрабатывают Для тех Элементов Трактора С которыми Водитель Взаимодействует При работе Рабочего Места Оператора Технических Устройств Трактора Механизмов Требующих Технического Обслуживания Доклад Окончим Благодарю за внимание